Привет, привет, мои дорогие! Сегодня такой у нас новый день, новый весенний день, и, наверное, к нам пришла весна. Более-менее сегодня тепло, такое светит солнышко. Когда светит солнышко, почему-то такое на душе очень-очень радужно. Сейчас, смотрите, подъехала сюда к нам, и вот смотрите, мне кажется, такой вот такой у нас может быть. Я вообще удивилась. Думаю, вот это да. Вот эти такие мастера есть у нас. В городе уже, кстати, снега вообще практически нет. Мало где остался снег. Приехали в транспортную компанию Кит. Я как-то показывала уже видео, заказываю кофе, чай такой вот. И вот получаем, обычно заказываю Китом. Так дешевле всего, по крайней мере, у нас здесь. Смотрите, подъехали. Я говорю, о, кто-то, конечно, потерял. Тоже хотела, знаете, что показать? Смотрите, вот так, если вот здесь вот так смотришь, то получается лето. Везде песок, все уже, нету солнца, этого снега. А потом, так, хоп, поднимаю. О, здесь огромная куча снега. Представляете? Здесь называется еще лето. Здесь уже зима. Вот тебе и север. Нигде нет снега, вот нигде нет. Тут огромная куча. Мужики, идут на меня так смотрят, что я снимаю. Приехали в инвидио. Смотрите, какие интересные камины. Правда клево? Вообще здорово. Необычно. Вода нагреватель всего 9800. Это он здесь на сколько литров? 80. А, на 80? Нет, это 82. Нет, 80 литров объем. Мне кажется, да, точно 80. Так мало. А этот сколько? Этот 100. У нас весель на 100. Кстати, нам хватает на всю семью. Вот проточники идти к нам. Весель на 700. Да, проточники. Отвидел здесь эти бритвы? Бритвы там. Борок. Видел? Да. Всякие разные. Что-то цен нет. Стоят без цен. Куда-то забрал, конечно, имеет. Ладно, что заедет, нашли коробку, так и не нашли. Да? А, что ли, забрал, так? Такой взбиватель интересный. Пойдем посмотрим мониторы. У меня сломался монитор, подставляете. Перестал работать. Я себе заказала монитор. Но я только заказывала не в МВидео, а в ДНС. И я его не видела в глаза. Заказала я вот такой вот Samsung выгнутый. Этот получается 27 диагональ. А я заказала себе 31,5. И вот сейчас примерно я хотела посмотреть, как он выглядит. По размеру. И, в общем-то, да. У меня, конечно, я понимаю, что это прям классно. Такой будет достаточно хороший должен быть монитор. Я все думала брать такой изогнутый или обычно прямой. Много я прочитала. И все-таки, что глаза не так устают, если делать изогнутый брать. Смотри, какой маленький системник. Обалдеть! Что, прелесть? Такую малютку поставила. Не занимает столько места. Телевизор в кредит. Мышка мне нужна еще. У меня как-то все в одночасье. Бывает такое у вас? Одно сломалось, второе сломалось. Я хотела посмотреть колонки. Что-то тут, конечно, с колонками простых не вижу. Что тут? Всякие переходники. Там, Блядуси. Он сидит. Не так неровно держишь ты. Мышек что-то я простых не вижу. Получается, сейчас все уже в основном беспроводные мышки. Мне нравятся маленькие мышки. Вот такие. Хотя, вот эта науглюковская мышка. У меня была квадратная мышка. У меня она отработала много лет. Я, конечно, была очень довольна. Сейчас ничего такого подобного не вижу. И еще у меня мышка. А такая, по-моему, нет. Тоже долго работала. В общем-то, не знаю, какую-то мышку мне взять, чтобы удобнее было. Такая красивая, да, классная. Что, дедушка звонит? Ну, вон он уже идет. Дедуля. Дедушка купил себе печку. Ждал мне неделю. И, наконец-то, он ее получит скоро. Ну, струйник, не комплект. А я уже губище раскатала. Думала, что... Так ты что? Да, цветной, да? Так думаю. Все, у меня Анюта просит цветной ей струйник взять. Ну, все никак. У меня белочерный, это принтер есть. Она хочет, чтобы печатать какие-то фотографии и печатать на майк. Ну, пока-пока. Чуть попозже возьмем. Это белочерный. Какой маленький. Самсунги, кстати, неплохие принтеры. Мне нравятся. Ну, у меня в основном Кэнел и Хирис Пакеры. Прям такая реклама. Не отходя от кассы. Удобно, когда вот такой контейнер. Напишите, у вас дома стоит принтер или нет. Интересно узнать. Мне кажется, должен стоять, потому что он сразу к себе. Сегодня приехали мы к дедушке на дачу. И хочу вам показать, как у нас. Вот в городе... Я снимала видео в городе. Мне говорят, Роя Оксана, у вас уже снег начал таять. В городе, да, снега уже намного меньше. А вот если смотреть... Что-то мы тут развязали шнурки. Если смотреть за городом, то вот посмотрите, что у нас здесь. Здесь у нас все достаточно плачевно. Я сейчас думаю, как тут к дедушке пролазить. Вообще. Посмотрите. Так. А нет, тут не так все плохо. Я что-то думала, что тут совсем будет совсем прям плачевно. Так. Идем, посмотрим, что там наш дедуля делает. Оп. Не слышно. Что-то их музыки у них. Скучно. Снег белый, видите? Даже уже весна, а за городом снег беленький. Время сейчас, на самом деле, 9 часов. Посмотрите, как у нас светло. Это еще не лето. Летом-то тут вообще будет жарень. Там они, наверное... Верно, да. Ага. Что, звук какой-то странный? Да? Ну, вон он, дедуля. Привет. Вы что тут паритесь? У тебя тут такая прическа классная. Мы тоже приехали к вам. Две. Они тут играют в карты. Сумка. Пап, ты что, в карты играешь? Как сумка. Ничего себе. Вот сейчас сюда мы зашли, сюда платила. Что это? Ну, на, король. А что ты король-то? А что? Я у меня дама-то среляет. Папа, все, смотри, как он играет. Там все видно. Все. Быстро мы попарились. Они приехали домой. Я, правда, не парилась. Маша не парилась. И все. Вон они, следуньки идут довольны. Я специально выходила, сделала, чтобы печка сразу начала горячей. В общем, кажется, чтобы машина сесть уже была потихонечку, потихонечку, помаленечку. Решила сделать пиццу. Сейчас порезала помидоры вот так вот. И сделала тесто. Тесто у меня час постояло. Отдыхало оно. Я его сейчас раскатаю тонко. И начну укладывать свою пиццу. Девчонки, у меня есть рецепт теста. Делается очень просто. Мне зачем будет покупать. Потому что я знаю, что многие покупают тесто на пиццу. Но рецепт очень-очень простой. И при этом получается очень-очень вкусный. Советую попробовать вам. Так вот тесто у меня получилось. Сейчас мы его замесим получше. И будем раскатывать. На противень обязательно кладу бумагу пекарную. И раскатанный лист теста. Сейчас мы его тут подкорректируем. Смазываю тесто кетчупом. Сегодня получилось с Алиэкспресс вот такой вот. Как это? Я даже не помню, как он называется. Скорбок, наверное. Я его, конечно, брала для выпечки. Выравнивать крем. Я думаю, что для пиццы он неплохо подойдет. Если кому-то будет интересно, оставлю ссылку на него внизу. В описании к видео. Кобасу вот такую купила. Сырокопченую. Вот, почистила. И она у меня была в натуральной оболочке. Сейчас я ее порежу тоненько. Насколько у меня это получится. Мне, кстати, никогда не получается тонко резать. Конечно, если покупной покупаешь пиццу, у них колбаска более тонко порезана. И на больше бы хватило ее. Боюсь, что не хватит. Кому-то достанется колбаска, будто нет. Будем как-то экономить, раскладывать. Хватило у меня тут немножко колбаски. Потому что толсто порезала. Сверху укладываю помидоры. Кое-каке у меня даже будет фасоль. Решила попробовать с фасолью, если честно, ни разу не пробовала. Как немножко получится? Не знаю, я такой не пробовал этот. Я тоже не пробовала. Посмотрим. Тоже белок. Дополнительный. В общем, пицца, это такой продукт, называется, то, что в холодильнике пропадает, то засовываем в пиццу. И пицца в любом случае съестся. Еще крючки есть. Шампиньончики. Сейчас мы тоже их сюда организуем. Я вот пиццу сначала ее поджариваю, а сыр немножко позже закидываю. Когда уже практически у меня пицца готова. Чтоб сейчас у меня помидоры поджарились. Было бы получилось классно еще болгарского перца. Но на него сейчас такой ценник. Пока еще не лето. Несезонный овощ. Поэтому и без перчика будем находиться. Все, ставлю это теперь в духовочку. Сейчас делаю второй противень. Готовлю. Не хотела у меня колбасы на второй противень. Но ничего страшного. Будем сейчас то, что у нас, так сказать... Пропадает. Мы сейчас это все сюда отправим. Кстати, удобно вот этим делать. Крем будет очень ровно разравнивать. Прям хорошо. Сюда сейчас уложу немножко фасоли. Я люблю очень, чтобы начинкой было много. Мне кажется, что это так будет вкуснее. Чем когда покупаешь, покупную. И там очень мало начинки. Как-то покупали кетчуп, хайнс. И там вот была вот такая вот фасоль красная. Она была в подарок. Напишите, пожалуйста, если вот вы куда расходуете вот такую вот фасоль. Потому что она у меня лежала. Мне уже жалко было выкинуть, так сказать. Поэтому я уже решила, куда бы ее использовать. Если в салат, то фасоль я варю. Натуральную. Напишите, куда вы направляете. Если покупаете. Может быть у вас какой-то есть интересный рецепт. То я буду очень благодарна. Потому что у меня еще стоят две банки. Я не знаю, что с ними делать. Тут у нас крючки. Анютка у нас сейчас в бассейне. Пошла плавать. Как раз сейчас, когда приедет. Будет рада. Она обожает пиццу. Просто обожает. Дальше это у меня бренза. Вместо колбасы у меня будет бренза. Тоже не знаю, как. Еще ни разу не пробовала я с брензой делать. Но мне очень нравится сбрызанную брензу обжаривать. Тоже вкусно получается на завтра. Как-нибудь покажу в видео. Что это очень вкусно. Немножко добавлю майонеза. Одна моя пицца готова. Это которая с колбаской. Вот такая вот она красавица. Единственное, что Лидочка заплакала. Я пока пошла к Лидочке. У меня вот тут краешки немножко прихватились. Ну а так в целом она красивая, хорошая. Я ее с лазпротами. Видите, когда жаришь на такой пекарной бумаге, то хорошо, что можно потом снять. И в общем-то против уже чистый. Его не надо мыть. Поэтому для меня вот эта вот пекарная бумага просто находка. Просто находка. Очень советую. Да. Я еще люблю резать маслины в пиццу. Мне кажется, тоже очень вкусно. Но у меня их не оказалось дома. Да, Лидюшечка? Вкусно. Сейчас будем кушать. А вот получается противень. Вот он еще горячий. Он, видите, то есть его не надо мыть. Сполоснуть только. Мне вот этим очень нравится. Пекарная бумага. А вот и вторая красавица еще в духовочке делается. Да, Надюша? Да. Ммм, пахнет как. Оксана Булат представляет. Влоги. Жизненные рассуждения. Рецепты и будни. Многодетной семьи. Многодет. Продолжение следует...